МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, ты уверена в том, что не хочешь рассказать обо всем турокомму? У меня больше не к кому обратиться. Помогите мне, Сергей Сергеевич. Мне помнится, мы уже перешли с тобой на ты. Простите, Дарья Викторовна, но я обязан спросить. Все, что мы сейчас увидели, это правда? Помогите, прошу. Я не хочу, не могу жить без торопков. Торопкой, опять торопкой. Сколько раз я предлагал избавиться от стоматолога, и никак... Коля, ну, выпейте еще воды. Вы не переживайте, он очень хороший специалист. Угу. А вот и он. Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Так, ну, хочу вас поздравить. В целом, все не так безнадежно и даже... И даже неплохо. Ой, все плохо, все не очень хорошо. Но мы справимся. Вон, даже Марина считает, что мы справимся. Да, Марина? Да. Вот. Приступим. Начнется игра. Сергей Сергеевич, время для подготовки операции маловато. Ну, мало это. Лучше, чем ничего. Ну, поправьте. Значит, это прослушка. Это маячок. Работает от батарейки. Спрячьте его куда-нибудь. Так, чтобы было незаметно, чтобы вы могли проследить, если что. Эх, Виолетта Евсеевна, лучше бы вы мне острых крылышек принесли. Так хочется. Ваш гастроэнтеролог не одобрил бы. Да знаю, знаю. Дмитрий Николаевич, а что это было? Вы зачем пациенту второй зуб удалили? Он был абсолютно нормальный. Как нормальный? А вы не заметили? Я вам маяковала. Зуб нормальный. Это я испортился. Ладно, запиши пациента на имплантацию. Два зуба за счет клиники. Зашибись. Вот тебе, Риночка, и премия. Овсянки хочешь? Мой гастроэнтеролог одобрил бы. Так, это деньги. Людей я проинструктировал. Экипажи готовы на выезд. Отлично. Хочешь, Овсянки? Сергей Сергеевич, Виолетта Евсеевна не одобрит. Субтитры сделал DimaTorzok. Не клади трубку. Ты должна находиться все время на связи. В случае разрыва связи, если мы перезвоним тебе, а телефон окажется занят, файлы немедленно будут отправлены на электронную почту стоматолога. На электронную почту стоматолога. Останови машину и пересядь в трамвай. Остановите машину. Ну, с кем ты там разговариваешь? Родная моя. Виолетта Евсеевна, я на одну минутку по личному делу. Ага. Ты чего здесь, а не в кабинете? У меня там энтомологи работают. Кто? Специалисты по насекомым проверяют, нет ли жучков. Тебе что надо? А, торопкой звонил. Четыре раза. Говорит, Дашка пропала. На звонки не отвечает. Серега, а вдруг ее машина переехала или того хуже? Она бросила ее? Да никто никого не переехал. Жива наша Даша. Все нормально. Ну, по крайней мере, была жива последние пять минут. Торопкова бросать она не собирается, даже наоборот. Так она у тебя? Ага. А, а что случилось-то? А что могло случиться? Это же, я уж к стоматологу. Так, ничего, по пустякам. Просто украла документы из сейфа. Продала клинику Торопкова, банку. Все, подвела его под монастырь. И вот еще десерт. Снялась в кино для взрослых. Где? Голая. Ух, эй, включи. Все, на работе досмотришь. Так что, вот так, подставили нашу Дашу. Копают под нее, круто. Ну, или под стоматолога. Она сейчас на стрелку идет с шантажистами. Сумка ей, чтобы откупиться. Немедленно остановите, меня сейчас тошнит. Остановите машину. На куда идет? На стрелку? Стрелку? Одна? Да. С сумкой денег? Вы что, тут с ума все посходили? Слушай, сделай лицо попроще. Нет там никаких денег. Бумага резана и все. Сейчас она выведет нас на этих фраеров. Мы их хлопнем. И тогда разберемся, кто кого заказал, когда заказал. Не переживай. Николай держит ситуацию под контролем. Сергей Сергеевич, операцию начали. Данные с Дашиного маячка у вас на мониторе. Да двой, Коля. Сам недавно упустил полмиллиона. Серега. Они же не знают, эти бандиты, что в сумке денег нет. Сумку заберут. Дашку убьют. И что? Перестань ты. Бандитизм давно стал цивилизованной формой общения. Да. Два жучка. Ну, если у меня под столом, тогда это уборщица, больше никому. Ты куда? Подожди меня здесь. Сейчас я застреляю уборщицу и вернусь. Цивилизованная форма общения. Даша? Какой номер трамвая? Говорил же, ментов надо сразу подключать. Упустим. Упустишь, догонишь. Да я не против, Сергей Сергеевич. Работай, Коля. Просто работай. Работаю я, работаю. Твоя остановка. Выходи с трамвая и садись в метро. От станции метро до моста четыре остановки. Три минуты на вход. Три минуты на каждую остановку. Если через 15 минут ты не выйдешь на связь на мосту, файлы уйдут на почту. Пошла. Бегом. Три минуты на вход. Три минуты на вход. Три минуты на тело. Три минуты на вход. Третий, четвертый, пятый экипажи срочно на левый берег рассредоточатся вдоль красной линии метро. Плюс, ну, пробки, Николай Владимирович. Да какие еще к черту пробки? Автомобильные пробки. Пробки, Сергей Сергеевич, пробки в башке у твоих людей. Приехали. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Серый Деуланус у дороги напротив выхода из метро Стой! За девкой! Ключи от машины на заднем левом колесе Шесть секунд, чтобы сесть в машину за руль и уехать Время пошло Шесть Пять Четыре Три Два Один Старт Лана, Серый От станции метро на выезд из города Номер машины 32 82 Вы знаете, что здесь стоять нельзя? Я... Я девушку ищу На перекрестке? Везде Может быть, вы в розыск подойдите? Она вечером ушла и до сих пор не вернулась Вот фотография Красивая Давно пропала? Давно Вечность 12 часов 27 минут 5 секунд Влюбленный? Понятно Когда к вечности добавится еще 36 часов Обратитесь в отделение полиции А пока Проезжайте Куда? Прямо А потом, например, налево Там есть стоянка и неплохая кофейня Влюбленный Спасибо Я не дам тебе пропасть, Дашка Что не знают эти бандиты о женщинах? Ну что, акула капитализма Упустил Дашу? Да мы тут в пробке застряли А ты откуда знаешь? Я у нее на хвосте Идемин, давай при самодеятельности Не волнуйся У меня при себе ствол Что? Брось его немедленно Ты помнишь, как ты себе ногу в тире прострелил? Слушай Давай не вспоминать это После этого случая я стал вообще снайпером настоящим Да Ага Он же злопамятный бандюг Мы ее упустили Мы ее упустили Сейчас налево поворачивай Как детей вокруг пальца Ты почему людей раньше не отправил на левый берег? В канцельерии районного масштаба О чем ты думал? Сергей Сергеевич, ну времени же не было Все в попыхах Сейчас направо поворачивай И потом кто же знал, что они такую штуку выкинут? Ты Ты, Коля, должен был знать О! Вот она Ну слава Богу нашлась Тормозни Ну и понту от этой находки Сейчас узнаем Добрый вечер Добрый вечер Пройдемте в машину Так Не понял Это что такое? А где же пневмат? Алло? Алла Владимировна Здравствуйте Скажите, пожалуйста Вы Автоклав уже выключили? Нет Стериализуется еще? Ага Я понял Хорошо Тогда Вы ничего не доставайте там Я сам приду и все заберу Ага Супер Нет, нет Мне совсем не сложно Нет, нет, нет Все До свидания Ага Спасибо Да Так Придется в рукопашку Списал ИНТРИМ Стоять ИСМЕСТОМ Все окружены На Что ты делать? Даша Даша Звони Грязеву Быстро Полиция Какая полиция? Никакой полиции! Никакой полиции! Даша! Так, что это? Тихо, тихо, тихо! Даша, не бей! Леша! Ты что? Леша! Леша, дорогой! Как ты? Вы не Даша? Что? Леша? Когда предложил тебе переехать ко мне, я представлял это по-другому. По-моему, мы поторопились. Леша! Простите! Простите! Вы что-то делали? Ай, не бейтесь, девушка! Я думал, вы Даша! Что? Какая Даша! Вы мне сейчас всю жизнь испортили! Господи, девушка, не кричите так! Вы говорите, как мои бывшие три жены! Вот, простите, это Ваша! Многоженец! Леша! Леша! Это Ваша! Да, я упустил ее! Что? Она у Вас? Хорошо! Блин, я забыл, где я машину оставил! А ты откуда знаешь, что на Кирилловской? Слушай, Грязев! Ты что, и в мою машину жучок поставил? Энтомолог проклятый! Ой! Все, я бегу! Добрый вечер, Дима! Добрый вечер, Дима! Добрый вечер, Степан Негифович! А вы уже вернулись? Дорог совсем нет! Этими дорогами убегать легко, да прятаться! А ты что, ждешь кого или ехать надо? А сам пока не пойму! Так давай я тебя подброшу! Нет, не надо, спасибо! Я сам разберусь! Ну, помоги тогда! Конечно, Степан Негифович, конечно! Наскакался по нашим дорогам! Ног не чувствую! Давайте! Опа! Вам помочь? Да нет, дверцу захлопни! И будь здоров! Дима! Дима! Димон, поговорить надо! Завтра! Завтра, Димочка, может не настать! Я сказал, завтра! Дима, есть серьезный разговор! Ценою в жизнь! Ты зачем машину отпустил? Забыл уже, когда ногами ходил! Кофе будешь? Да, давай! Красивая! Два кофе сделай нам! Серый! Подожди! Вот, держи! Сереж! Сереженька, я только не пойму, зачем все так усложнять? Чего непонятного? Я пройтись хочу, говорю! Да не о тебе, я оторопком! Ну, увидит он эти документы, видео и что дальше? Что, а? Дашка ему все объяснит! Вот, нет, лучше она пусть молчит, а ты ему все авторитетно расскажешь, что это все ерунда и подделка, да? Ты что, не понимаешь, вот голова твоя кучерявая, ты разве не понимаешь, что до Торопкова заказали? В смысле заказали? Убийство? Хотели бы завалить, давно завалили. Тут другое. Они хотят, чтобы он сам в петлю полез. Я пересмотрел, там все такие. Ты что, вздумал играть со мной, щенок? Да вы что? Это баба фуфло подсунула. Сама напросилась. Дура. Мне кажется, я знаю, где собака порыла. Какая собака? Питбуль. Вцепиться, не стряхнешь. Ты помнишь, мы стоматолога отправляли в Карпаты отдыхать? Да, да, что-то такое припоминаю. Это когда он чуть не сел в тюрьму из-за того, что убил жену миллиардера, да? Мультик не миллиардер, такой себе обыкновенный вор и бандит. О, а ты его осуждаешь. Вот видишь, все сходится, все сходится. Помнишь, мы тогда мультик и шантажировали его домашним видео? Да, помню, шантажировали. Вот он ответочку и прислал. А это что значит? Что? Это значит, что стоматологу Ханна, он его из того света достанет. Хотя, может, конечно, из того света не достанет. Руки короткие, даже сердце разболелось. Слушай, я же говорил, не надо тебе так напрягаться. Инфаркт нынче молодеет. Петя, иди на работу. Что? Да я очень рад, что инфаркт молодеет, только я не молодею. Подожди, ты сказал инфаркт? Угу. Поражение сердечной мышцы, вызванное тромбозом одной из артерий сердца. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Ты молодец. Ты молодец, Петя. Даром, что гинеколог. В смысле? Ну, в смысле, хорошо, что тебя мама Торопкова медицински устроила. Пойдем. Подожди, Серый. Я не понял ничего, кроме того, что я молодец. Пошли по пути и расскажу. А кофе? Мадам, это вам. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Здравствуйте, Светочка. Прекрасно выглядите. Ваш жених явно идет вам на пользу. А вы все шутите и шутите, Дмитрий Николаевич. Все всерьез. Все всерьез. То есть не только шутите на и дразните, бедная девушка. Что поделаешь? Я очень влюблен. Сделайте кофе. Со сливками. И два кубика расцена. Не надо. А потом придет стоматолог и скажет, что это за пошлость. В рамке стоит на кухне. Поставила бы лучше папин портрет. Так ты больше маме понравишься. Ах ты, мой вредный стоматолог. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Ну, алло. Если хотите, можете и дальше сыпеть. Алло. Начинаем. В следующий раз, если захотите что-нибудь перекусить на спор, выбирайте табуретки, ножки табуреток из каких-то мягких пород дерева. Ну, например, сосна. Окей? Да. Спасибо вам, доктор. Берегите зубы. Всего доброго. Мариночка, можно секундочку? Света, сделай нам, пожалуйста, чай. Мариночка, я тут подумал, не отметит ли мне ваш безукоризненный труд от хорошей премии. Вы что, серьезно? Ладно, мне очень приятно. Только пообещайте, что потратите эти деньги где-нибудь на Лазурном берегу. А здесь хватит? Еще останется. Да возьми ж ты трубку торопкой. Что это? С любовью. Что за пошлые шуточки, ножка? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мы не будем паниковать. Он молодой, но подумаешь, сердце прихватило. У меня вот тоже сердце. Марьяночка, что же это делается? Девочка Михайловна, мы с вами профессионалы. Мы не должны поддаваться панике. Девочка Михайловна. Доктор, он умрет? Несомерно. Мы поедем с ним. Только один. Я поеду с ним. Это все ты, тварь. Это все ты. Ну что скажешь? Перекрытие должно быть полностью, понимаете? Плотнее. Вот это все облагородит. Ну куда это гонится? Ну что это? Надо переделать. И полысь подогрева. Да, конечно. Вот это все, да. Подожди. Да. Вот это, это что? Да заводи же ты, корыто. Да заводи же ты, корыто. Да. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, точно. Только что доктор сказал. Умер стоматолог от инфаркта. Да, точно. Принял. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Говори. Это точно? Умер торопкой. Сталлоне, Виндизель. Заряжайте салют. Богдана Павловна, пройдемте на террасу. Праздновать будем. Где мой сын? Мы сделали все, что смогли. Вера Федоровна, туда с честной взяли. Ты же мне обещал. Ты же мне обещал, Сережа. Вера Федоровна, прошу вас. Как же ты мне обещал? Я прошу вас, Вера Федоровна. Это как? Нормально. Да. Вещи уже отправила. Через три часа самолет. Где решила обосноваться? Планета большая, но и маленькая. Правильно. Не говори. Так будет спокойнее всем первое время. Конечно, шантажировать тебя уже смысла нет, но береженого сама понимаешь. Нет Торопкова. Нет шантажа. Нет, Торопкова. И ты не переживай. Димкино имущество по завещанию твое, ну а за клиникой мы приглядим, да и вообще. Я не переживаю. Спасибо вам, мальчики. Вы настоящие друзья. Вместе, втроем и навсегда. Батюшка, простите. Свечку хочу поставить за сына. Не подскажете, куда нужно ставить ее? А вам за здравие или за упокой? Простите. Сын ваш жив или помер Царство Небесное? Если жив. Ну, если жив, Богородице ставьте. И храни вас Господь, вас и вашего сына. Я вот чего не понимаю, Николай Владимирович. О, а ты говорящий. Я думал, ты не мой. Нет, просто раньше я все понимал. А сейчас чего ты не понимаешь? Я вот чего-то не пойму. Чего Сергей Сергеевич столько времени с этим стоматологом носился? Дружба это, балда. Но такая форма настоящих мужских отношений, понимаешь? Нет. Чего нет? Нет, говорю. Не для нас это. У Жучень это дорогое удовольствие, как я погляжу. Настоящая дружба. Держите. Задачи не нужно. В отпуск? К жениху. Далеко? Высоко. В смысле? Ну, говорят, браки заключаются на небесах. А чего без багажа? Багаж? А багаж остался в прошлом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...